Привет, друзья, с вами я, Тия. Сегодня будет видео про рынок и мои позиции. В этом году я два раза открывал большие позиции. Первые были во время марта месяца, когда я рассчитывал на то, что военный конфликт будет увеличиваться в масштабе, чего не произошло. И в результате три месяца у меня были негативные результаты. Второй раз, когда я открыл большую позицию, об этом я говорил в прошлом видео, было все тяжкие, была позиция на нефть, которая закрылась в плюсе. Закрылась сейчас, я думаю, что нефть в каркасу еще может падать до 82. Но моя позиция закрылась по стопу. Я понижал стоп все время, чтобы никаким образом у меня не было минус. Второй раз, когда я уверенно вошел в рынок, было после двух заявлений. Первое, когда на самых нижних точках биткоина Goldman Sachs заявил о том, что будет предлагать биткоин индиционерному сектору. После чего, разница в несколько дней, заявление от Федеральной лидерной системы, что они будут стабилизировать рынок. Тогда я выпустил видео, сказал, что минимум такое заявление должно дать паузу в рынке. А пауза после такой большой падения, по всей вероятности, пойдет вверх. И во время этой стабилизации, что стало опорной точкой для рынка вверх, это пятница вышла эта новость. В субботу я это поставил в телеграме Европейского центробанка, что они объявляют о UBP, Unlimited Bying Program. То есть будут напечатаны столько средств, сколько будет нужно. Для рынка это большой покупатель. Что смешно, после этого заявления было еще одно заявление, в котором говорилось, что они будут расширять Unlimited Bying Program. Для меня смешно то, что как можно расширять то, что Unlimited. Это заявление было в пятницу, и в субботу я об этом поставил. И рост с понедельника был вполне ожидаемо. И по сценарию падения, стабилизация и Unlimited Bying Program. И мои вторые входы в этот рынок были полностью обоснованы и реализовались по плану. Позитивно. Сейчас, после нескольких двух или трех недель роста, в этом росте имели довольно сильное значение и заявления от Байдена касательно Inflation Reduction Act, что направило в рынок еще 300 миллиардов долларов. Сейчас похожее заявление еще вышло касательно Climate Change, Clean Energy и все это в этом роде. Но если взять то, что первый Inflation Reduction Act, например, с этих средств получила Ford и General Motors, но Tesla с этого ничего не получила. А касательно Clean Energy, Climate Change, вот все это очень тесно связано с переходом на электромобили, все зеленое. Я думаю, что эти 360 с чем-то миллиардов долларов, от этих очень возможно, что Tesla что-то получит. Рынок на сегодняшний день вполне может корректироваться. Ничего неожидаемого, страшного в этом, если даже коррекция будет. Ничего неординарного не будет, если в этом промежутке коррекции доллар пойдет вверх. Это тоже ничего не говорит. Я сейчас несколько дней возьму паузу, потому что если несколько недель назад было только на одном направлении новости, как стабилизация и со стороны ЕЦБ рынков, и со стороны их идеализированной системы, потом UBP, если весь новостной фон работал на одну сторону, тогда мне было очень объяснимо, почему я начинаю позиции открывать наверх. Сейчас то, что рынок разделился на две части. Одна часть говорит, что все плохо, рынок пойдет намного ниже. Вторая, что нет, это не бычий отскок, а это просто основное направление, которое доведет дело до минимума тех цен, которые были в начале. Моя позиция такова. Я за весь этот год не поменял миссель того, что это только коррекция. Ничего больше. Даже имея негативные месяцы, которые я не предполагал. Но сейчас другая ситуация. И прежде чем открывать позиции, фьючерсные позиции, вверх или вниз, я несколько дней дам себе паузу. И в эти дни я не буду смотреть на движение доллара или на движение S&P 500 или других индексов. Тут для меня самое важное, это 10-year yield. Не только для меня, я очень малый игрок. Для больших игроков очень важно видеть то, что 10-year yield, 10-летные государственные аппликации США, под контролем. Смотрите, если этот рынок под контролем, значит, ясна ситуация с рынками акций. Если наблюдается нестабильность, резкие скачки на 10-year yield, значит, опасно входить в рынок акций. До сих пор за весь этот рост стабилизация UBP не направила 10-year yield ниже основной линии давления на очень долгое время. До сих пор 10-year yield находится наверху этой линии. И это не нравится многим. Почему важен 10-year yield? Потому что центробанки для того, чтобы контролировать рынок акций, контролируют 10-year yield. Доллар может иметь много направляющих цену факторов. А вот 10-year yield может контролировать только один игрок в этом рынке. Может такое себе позволить только центробанк. Поэтому все большие деньги в первую очередь смотрят на 10-year yield. И для того, чтобы через несколько дней быть снова уверенным в направлении рынка, я буду очень внимательно следить за 10-year yield. А это касательно моих позиций в рынке. Несколько не паузы после двух-трех недель хорошего, понятного направления роста во вред не пойдет. И в конце скажу, что все это не касается моих инвестиций. Я всегда покупаю криптовалюту, те проекты, которые у меня есть в портфеле, когда у меня бывают средства. И для меня не было и до сих пор нет понятия, как что-то дорого. Потому что если в рынке нет индексов, нет институционального сектора, значит нету цен. Я это повторяю периодически, потому что это очень важно понимать. Вы никогда не покупаете хороший проект, дорого в этом рынке. Начиная с 2017-го, кто когда вошел. Здесь нету дорого. Здесь будет дорого. Но до сих пор нет. Самое важное для меня это работать над тем, чтобы выбрать проекты, которые в скором времени войдут в список таких масштабных фондов, как BlackRock или Fidelity. Это сегодня они предлагают биткоин. Завтра будет эфиром, а после чего пакет проектов, которые за все это время проявили свои технологические способности в спектре, в котором они должны работать. Из-за чего обязательно попадут в список масштабных фондов, как BlackRock. Так что касательно инвестиций для меня нету дорогих цен. Есть только развитие проекта. И готовиться, чтобы эти проекты попали в портфолио BlackRock и других. Более подробной информации касательно рынка в направлении и моей позиции, также мой портфолио, ссылка в описании. Спасибо большое. Увидимся.